приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему напишите в чат плюс если вы на месте если вы готовы мы будем начинать сегодняшний мастер-класс который посвящен псевдонимом в linux это собственно команда алиас в этом если вы готовы если вы на месте с вас плюс ну а я буду начинать для тех там я не знаю давайте знакомиться меня зовут константин герасименко и сертифицированный инструктор академии циск и linux профессион института кандидат технических наук по специальности информационные технологии но здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру а здесь специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе леонин байдуин обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я вам все рассказываю показу объясняю ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему поэтому если вы на месте с вас плюс ну и движемся вперед и так традиционно начнем с теории коллеги что важно что же такое за команда алиас алиас это псевдоним соответственно задача вот этих всех псевдонимов в линуксе это сделать так чтобы вы меньше печатали руками таким образом вы можете вместо вот такой длиннейший большущей команды сделать маленький псевдоним как результат не нужно много печатать удобно удобно поэтому по сути если вы работаете с линуксом вы обязаны уметь пользоваться вот этими псевдоними вот этими алиасами соответственно сегодня я расскажу как их создавать какими управлять ну и собственно как ими пользоваться для того чтобы вам было легче и вы не переписывали команды с видео картинки то соответственно мы я написал для вас статью в блоге где вы сможете все это дело почитать и при необходимости сделать control c control в ссылку на статью в блог вы найдете под этим видео ну или в чате и так поехали 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 и так значит ну начнем с того что мы посмотрим какие же есть псевдонимы вы скажете у меня в системе есть псевдонимы да есть у вас алиасы поэтому давайте их уже смотреть я запускаю терминал и просто пишу алиас нажимаю enter и я вижу те псевдонимы которые уже установлены в моей конкретной системе соответственно что я вижу то что вместо команды л.с. когда я пишу л.с. на самом деле подставляется л.с. пробел минус минус колор равно авто да то есть вместо вот такой длинной команды подставляется маленькая команда л.с. дальше л.л. это на самом деле л.с. минус эй л.ф. большое то л.а. это л.с. минус эй большое и просто л.л.с. минус эй л.ф. большое здорово да но на самом деле это не очень-то такие скажем так большие псевдонимы самый большой псевдоним это вот этот вот alert alert на самом деле это вот отправка вот такой вот вот такой вот вот такой вот команды так вот коллеги если мне надо напечатать эту команду это же звени меня можно и мозг вывихнуть если такой имеется вот поэтому чтобы было проще я пишу просто alert alert ну и пишу вот то то сообщение которое я хочу вывести например hello 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 world да вот такое вот сообщение я приготовил теперь смотрите я нажимаю enter ну и вот она у меня здесь справа вверху появилась до hello work вот он вот мой alert но на самом деле коллеги на самом деле я напечатал какую команду это вот эту вот это вот только что я напечатал вместо этого алерта система подставила да то есть вот такой вот псевдоним подставил вот вместо вместо большущей команды всего на все вот я напечатал alert а подставилась вот такая вот штука дрюка да удобно удобно пригодится вам в жизни сто процентов пригодится поэтому давайте смотреть детально как же делать эти алиасы как их собственно с ними работать давайте с этим смотреть детально и так что важно для того чтобы создать алиас как бы создается несложно допишем алиас дальше имя этого псевдонима и ту большущую команду которую мы хотим собственно выполнить да то есть вот такая у нас собственно задача и так значит давайте я чем-то создал такую реальный какой-то псевдоним я например очень часто пользуюсь вот такой командой mc минус c а у x вот такой вот я люблю пользуется командой для работы с с миднайт командиром да то есть тут и работа с мышкой и цветовая всякая схема там видите да то есть чтобы мышка поддерживалась и поддержка вот этих кнопок внизу там да вот этих вот кнопок внизу это тоже все вот 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 видите я мышкой нажимаю да все это дело это как раз и есть поддержка вот этой вот моего вот этого самого вот такой вот передача вот таких вот опций да соответственно хотел бы я сделать псевдоним на mc минус c а у x давайте сделаем такой вот псевдоним чтобы не было проще давайте соответственно я его обозву просто mc и так поехали али ас дальше будет он у меня называться просто mc ну и я его переназначу значит коллеги какой важный момент дальше необходимо писать в кавычках вот в ту команду которая будет подставляться в одинарных ну или в двойных там почему потому что у меня там дальше пробелы поэтому об этом нужно именно чтобы пробел бы не разрывалась команда и так mc минус c у x ну и закрываем кавычку нажимаем enter ну и по идее у меня уже этот псевдоним появился давайте проверим алиас и что я вижу то что да он у меня появился то есть вместо mc будет выполняться команда mc минус c у x пробуем пробуем запускаем mc появился появился здорово здорово то есть коллеги мы с вами создали вот такой вот псевдоним и соответственно система его уже видит уже видит вы скажете прекрасно здорово но но какой важный момент коллеги то что вот этот вот псевдоним который вот только что мы с вами создали он работает в конкретной сессии ваша да то есть в конкретной сессии моего терминала вот вот то есть вот здесь я залогинился да и у меня здесь вот этот алиас работает но какой важный момент если я запущу новый терминал или сделаю новый вход в систему то мой псевдоним уже работать не будет и так я запускаю вот обычный терминал ну и соответственно давайте алиас и что я вижу что я вижу то что нет здесь моего mc нету моего mc вот такой вот важный момент поэтому получается что я создал алиас вот в конкретном залогиненном сессии дам залогиненности итак возникает вопрос как же сделать так чтобы псевдоним был постоянный коллеги ну а для того чтобы он был постоянный то мне необходимо вот прописать настройки фаршу файли баш рц пользовательском да можно глобально прописать в системном файле если вы хотите чтобы это распространялась на всех пользователях системе если вы пользуетесь за то что то соответственно за даже рц ну и фиш соответственно конфиг фиш конфиг фиш да то есть вот вот здесь это нужно прописать итак давайте выполним собственно всю эту делу прописку вот пропишем по наш постоянный псевдоним ну и дальше независимости от то есть когда я буду входить в систему до будут подгружаться вот эти настройки и будут уже в конкретного пользователя все время будут подгружаться надо сделать обязательно итак поехали я буду пользоваться редактором вима вим . ну и дальше ваш рц вот открываем мой файл да здесь много всего да соответственно вот так какая там blue blue давайте blue чтобы вам было лучше видно значит вот тоже видите эдитер на надо но это переменные среды да ну и здесь вот в самый конец я опускаюсь самый конец а вот тут мои видите тут алиасы тоже были какие-то прописанные баш алиас оказывается есть отдельно файл да ну само алия лс алиас да то есть вот они здесь прописаны я опущусь самый низ и соответственно после после этого фи так перейдем в режим ставки и я допишу свой алиас и так поехали алиас и соответственно будет он у меня называться mc это что мы с вами уже прописали mc пробел минус c у x нам закрываем закрываем так все получилось все получилось да все получилось так осталось только сохранить файл значит escape двоеточие дабл q так прекрасно я все сохранил да вы скажете а если алиас работать не будет то как будет отображаться mc вот я запускаем c давайте посмотрим он отображается вот так вот даст псевдо графикой с псевдо графикой да а я хочу чтобы он именно вот точечками точечками как точечками ну вот вот так вот да вот так я хочу чтобы так отображается по умолчанию вот так понятно да и так значит ну что прописал сохранил давайте теперь я выйду со своего терминала exit зайду заново в систему и посмотрим как вычитается файл по ширце и что там в алиаса и так я запустил новую сессию пишем алиас и что я вижу да то что вот появился мой mc и соответственно вместо него будет подставляться mc минус c у x запускаем тестируем mc опа работает работает здорово здорово да то есть коллеги мы прописали файл конфигурации башерц настройки моего псевдо ним а и вот он появился теперь мне не нужно каждый раз печатать mc пробел минус c а у x экономия экономия времени сил и всего остального дату себя теперь я буду печатать фактически на 5 символов меньше на 5 символ меньше ночью здорово да таким образом коллеги получается что с помощью вот псевдонимов вы можете существенно экономить особенно какие-то длинные команды но как пример я уже приводил это вот вот этот вот алерт да то есть вместо этого алерта смотрите что подставляется напечатать это руками не лохануться ну не знаю как это напечатать да то есть вот вот особенно вот эти всякие вот это просто нереально скажем так да поэтому вот такие вот моменты очень полезный инструмент псевдонимов и так как удалить алиас но если он вам не нужен то вы просто пишите аналиас и его имя ну и соответственно больше этого псевдонимов существовать уже не будет если вы хотите удалить все псевдонимы что я крайне не рекомендую то это команда аналиас минус и соответственно эй это олл и соответственно все псевдонимы будут удалены вот такой вот интересный классный мастер-класс у нас сегодня коллеги если у вас получилось как у меня пожалуйста напишите цифру 1 в чат ну и напишите еще какие вы хотели бы команды собственно за псевдонимить для того чтобы как говорится экономить время экономить время и не печатать вот вот такие вот длинные какие-то штуки дрюки собственно коллеги у меня на этом все если вам был полезный сегодняшний мастер-класс оцените его лайком в подобай к или просто поставьте палец вверх ну а если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем то я вас приглашаю к нам на курсы где вы сможете систематизировать все ваши знания разложить все по полочкам формате ленан байду и нас воить это все дело получить международные сертификаты ну и мы еще помогаем с трудоустройством в большие международные компании поэтому приглашаю вас на курсы ну вот например курс линукс нуля где вы можете вот это все дело попробовать освоить стоит всего на все 24 доллара 10 занятий ну и вы собственно легко будете работать с линуксом поэтому подавайте заявки приходите мы вам с удовольствием с этим поможем ну а на этом все ассалам алейку мир дому вашему берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помните коллеги что сила в единстве поэтому если что-то не получается то пожалуйста пишите комментарии под этим видео я их читаю и на них отвечаю соответственно помогу вам ну или наша команда будет вам тоже помогать на этом все до свидания